У меня нормально, без учёта. Всё у него хорошо. Всё у него замечательно. Ровно никакого конфликта с извозчиком не случилось у одного екатеринбургского голубчика, который при этом совсем ничего не заплатил за свою езду. Более того, рулевой был безмерно благодарен этому пассажиру за то, что он не рассчитался. А то единственное доступное им средство расплаты потом не отмоешь семью водами со скипидаром. Я говорю, чё ты, давай вези, не тряси. До центра за сотку. До химаша за сотку. Рулевой пустил голубка, но только снаружи машины, проезжая по улице Уральской в сторону Блюхера. Попутчик сразу озвучил маршрут и тариф. Маршрут перестроен. Каша перестроена. Тут такая движуха, блин. Слушай, а нас менты нет, а? За перевозку в неболожном месте. За то, что ремнём не пристёгнут. На-на-на. Ленивая птица на тёплом капоте чувствовала себя вполне комфортно. С её-то аэродинамикой можно было и побыстрее ехать. Им ещё и не такой встречный поток привычен. Тут главный вопрос, куда едем? И наш герой, похоже, уже добрался до дома, свернув в переулок Азбестовский. Причём наш голубь, заранее перебравшись на правую сторону, как бы обозначил, что уже пора поворачивать направо. Давай около помойки только не ехал. Он там своих ещё ползовёт. Надо заметить, такие весёлые картинки с голубями экономящими моторесурс вовсе никакая не редкость, и ими просто кишмя кишит интернет. Но одно дело интернет, другое дело, когда прямо вот тебе выпадает такой чудак, птица настолько негордая. Хотя знал бы он, что там про него говорят в шоу для него за стеклом, глядишь, он мог бы и обидеться, и прямо на лобовуху. Продолжение следует...